12 апреля исполняется 60 лет с первого полета человека в космос. Именно в этот день Юрий Алексеевич Гагарин сказал свое легендарное «поехали» и исполнил мечту многих зумеров, а именно вышел за пределы страны и планеты. Современные технологии достигли такого уровня, что полеты в космос стали обыденностью. Интересно узнать, что будут делать обычные прохожие в первую очередь, если окажутся в космосе. Ну что, поехали? Скажите, если бы вы прямо сейчас оказались бы в космосе, то что бы вы сделали? В космосе? Ничего. Ничего, интересный вопрос. Как-то неожиданно очень. Да, неожиданный вопрос. Ну что бы я сделала? Наверное, бы вышел в открытый воздух, в космос, и посмотрел, как там. Я бы на землю, она говорит, красивый космос. Да, и на землю бы. В первую очередь посмотрел на землю и попытался найти нашу страну, ну, дом, где я живу, ну, так хотя бы образно. Воспользовался бы возможностью парить без гравитации, в первую очередь. Ну, затем пошел бы и есть из тюбиков. Умер, я без скафандра. Что мне, что там делать? Я бы пожалел, что я там оказался. Любовался бы, наверное, своей планетой. И думал, наверное, как повлиять на людей, чтобы люди стали добрее. Потому что планета с космоса, она настолько красивая, а некоторые люди ее здесь загрязняют. Наверное, вот так как-то я бы туда слетал, набрался сил и очистил, наверное, планету. Вот так. Я бы искал новые субкультуры на других планетах. Наверное, я бы отдохнул. Я не знаю, почему. Ну, просто мне было бы жалко с землей расставаться. Все люди тут живут, а меня в космос. За что? Я бы жалел. Сам себя. По результатам нашего соцопроса мы пришли к выводу о том, что абсолютно каждый нашел бы себе занятие по душе. Кто-то ел бы из тюбиков, кто-то бы отдохнул, ну, а кто-то, к сожалению, умер. Ну, а я? А что бы сделала я? Скорее всего, сняла бы новый выпуск соцопроса, в котором бы опрашивала уже тамошних местных прохожих. Ну, а на этом все. Спасибо за внимание, не пропускайте наши выпуски и до новых скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok